К общероссийскому дню библиотек сотрудники муниципальных библиотек города Архангельска ответили на вопросы о своей профессии и поздравили коллег с праздником. Первая встреча с библиотекой случилась еще в младшем школьном возрасте. В школе, разумеется, у нас в поселке была, в общем-то, небольшая школа и очень маленькая библиотека. Но, тем не менее, все свободное время, что в младших классах, что в последующем уже в старших, мы проводили помимо тех остальных мест, наверное, библиотеки все-таки. Поэтому еще в детстве. В библиотеку я ходила с самого детства, когда подрос сын, уже начала ходить вместе с ним. У нас закончились домашние книжки и пришли мы за книгами в библиотеку, где познакомились с коллективом, который сейчас там работает. Мне очень понравилась их работа, мне понравилось, что они там делают, поняла, что это мое место. Так я оказалась в этой профессии. Помню библиотеку имени Добролюбова. Всю свою учебу в университете я провела в этой библиотеке. Сидела, читала, заказывала самые разные книги, писала рефераты, писала даже свою дипломную работу. И, конечно, помню библиотеку, которая работала в САФУ, когда был педагогический институт. Очень отзывчивый библиотекарь. И, может быть, это сыграло свою роль в выборе профессии дальнейшей моей. В профессию я пришла, наверное, нестандартно. В общем-то, дважды в моей жизни мне отказывали при попытке устроиться работать в библиотеку. И на третий раз мне повезло. Во мне разглядели какой-то потенциал и пригласили работать в Октябрьскую библиотеку имени Николая Канча-Жернакова. С тех пор по любви работаю там. Я стала библиотекарем, потому что знаю, что наша профессия очень творческая, интересная и яркая. Здесь мы можем реализовывать новые интересные проекты, проводить яркие мероприятия. Я помню некоторую растерянность, когда я пришла первый день на свое новое место работы в детскую библиотеку номер 9 округа Майская Горка. Растерянность, наверное, от того, что профессия была не совсем знакома для меня. Но помню доброжелательные отношения моих новых коллег. Они всегда мне помогали в моей работе. Я многому у них научилась. И, ну вот, пожалуй, это первое впечатление. Очень радостные и положительные. Я думаю, что библиотека сегодня – это место возможностей прежде всего. Ровно как для людей, которые там работают, потому что ты можешь побывать в абсолютно разных ипостасях и заниматься, в общем-то, чем тебе больше нравится. Ровно как и для людей, которые приходят в библиотеку. Ты можешь прийти за книжкой и оказаться на каком-то замечательном, великолепном мастер-классе. Для меня библиотека сегодня является яркой площадкой для реализации новых интересных форм мероприятий. В том числе усовершенствование книжных выставок, которые можно превращать в настоящее арт-пространство. А еще здесь можно всегда подготовить интересный и яркий проект, который ты сам сможешь реализовать с помощью дружной команды библиотекарей. Больше всего в профессии мне нравится работать с людьми. Конечно, мне нравится и читать. Мне нравится рекомендовать литературу нашим читателям. Но когда я вижу радость, блеск в глазах наших гостей, наших читателей, пользователей, я понимаю, что я на своем месте. Больше всего мне нравится в моей профессии, что я каждый день чему-нибудь учусь новому. И очень нравится, что я общаюсь с людьми и большими, и маленькими, и особенно детьми. Потому что, когда проводишь занятия для маленьких детей, детского сада, школьников, получаешь большой отклик и душевную теплоту. Больше всего мне нравится разнообразие. Я могу быть в один день злым буквоедом и проводить встречи со знаменитыми московскими писателями. Больше всего в нашей профессии мне нравится то, что мы можем неординарно мыслить. Всегда творчески и даже с искусством подходить к нашей работе. Придумывать все новые и новые проекты, мероприятия. Всегда есть идея, к которой ты стремишься. И это здорово. Да, я люблю читать. Может быть, в последнее время не получается много читать, но, тем не менее, книга всегда у меня рядышком на диване. И я люблю читать семейные саги. Я читаю книги для подростков. Я люблю читать мемуары. Да, конечно, я очень люблю читать. Последняя моя любовь – это творчество Фредерика Бакмана. И я дочитываю трилогию «Медвежий угол». Недавно вышла книга «После бури». Наконец-то я ее дождалась. Да, книги я читаю. Но сейчас, наверное, в силу специфики моей работы в детской библиотеке, я больше читаю детскую литературу. Но взрослую тоже читаю в те редкие минуты, когда у меня есть свободное время. И, наверное, самая запоминающаяся книга, как это может быть не странно, Федор Абрамов «Рассказы». Дорогие коллеги-библиотекари, поздравляю вас с Общероссийским Днем Библиотек. Очень хочется вам пожелать, чтобы у вас никогда не опускались руки, чтобы у вас всегда были новые идеи в голове. И чтобы вы всегда находили поддержку в своих начинаниях. Дорогие коллеги, в Общероссийский День Библиотек я искренне поздравляю вас и желаю благодарных читателей, вдохновения, а также сил, времени, возможностей и желания на реализацию всех своих задуманных идей и проектов. С праздником вас, дорогие! Своим дорогим коллегам я хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья, чтобы наши близкие и родные были всегда рядом, чтобы мы, библиотекари, видели радость в глазах наших читателей, и читатели эти были заинтересованные и благодарные. Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Российским Днем Библиотек и желаю вам творческих встреч, интересных гостей в библиотеках и, конечно, пополнения книжного фонда. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с Общероссийским Днем Библиотек. Это наш заслуженный профессиональный праздник. Желаю вам новых творческих свершений, ярких проектов, новых впечатлений и всегда, каждый день становиться лучше и лучше, чем ты был вчера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!